5 знаков зодиака, которые не умеют проигрывать. Ваш знак зодиака несомненно влияет на ваше поведение после соревнования и на вашу реакцию на поражение, неудачу или провал. У некоторых знаков полное отсутствие навыков проигрывания. Они не просто разочарованы в потере, они испытывают эмоциональный и психологический кризис. Овен, овны восхищаются постоянными соревнованиями и сказать, что им просто нравится выигрывать, значительно недооценивает их страсть к победе. Они стремятся к безусловной победе, без каких-либо вариантов. У овнов должно быть лучшее место для парковки, самое большое количество фоловеров в Твиттере и даже самый дорогой тренер в тренажерном зале. Овны не только стремятся к успеху, но и считают это своим долгом быть лучшими. И когда им не удается достичь этого, они погружаются в уныние. Многие люди даже не осознают, что они являются конкурентами овна, но этот знак постоянно сравнивает себя с другими и стремится превзойти их. Однако овен предпочитает не застревать слишком долго в своих поражениях и сконцентрироваться на своих победах. Телец. Делец славится своей жесткостью в соревнованиях и настолько, что люди стараются избегать любых соприкосновений с ним. Проигрыш для тельца – это что-то, что он просто не может воспринять. Этот знак не умеет справляться с такими ситуациями, поэтому может проявлять гнев, бросать вещи и позволять эмоциям вырываться наружу. Однако, когда телец одерживает победу, он становится дружелюбным, очаровательным и привлекательным. Если вы хотите потерять друга тельца, просто попытайтесь обойти его в чем-то. Рак. Раки очень серьезно воспринимают как победы, так и поражения. Для них каждое событие имеет эмоциональную значимость. Впрочем, раки все же наслаждаются победами и могут проявлять некоторую хвастливость и надменность. Когда же раки сталкиваются с поражением, они становятся более молчаливыми, скрывают свои эмоции и стараются как можно скорее забыть о неудаче. Тем не менее, они всегда начинают разрабатывать новые стратегии и способы, чтобы преуспеть и обойти своих конкурентов в будущих соревнованиях. Ляв. Львы настолько нуждаются во всеобщем внимании и восхищении, что победа для них имеет особую ценность. Они стремятся быть победителями во всем, и если они проигрывают, это для них тяжелый удар. Львы не могут терпеть мысль о себе как о неудачнике, поскольку это подрывает их чувство величия и превосходства. Хотя они подсознательно понимают, что проигрыши могут быть уроками, но для них это просто неприемлемо. Козерог. Козерог очень боится быть неудачником на работе. Если его коллега превосходит его в продуктивности или успешно завершает проект раньше и лучше, это вызывает внутреннюю ярость у Козерога. Он не может выразить приятные слова или поздравления более успешному коллеге. На самом деле, он может даже начать игнорировать этого человека. Основная проблема заключается в том, что Козерог часто сравнивает себя с другими и мучается мыслью, что никогда не сможет победить, несмотря на свои старания. Вывод. Каждый знак Зодиака имеет свой уникальный подход к победе и поражению. Некоторые знаки, такие как Овина и Лев, страстно стремятся к победе и не принимают проигрыш с легкостью. Им важно быть лучшими и они не терпят неудач. Другие знаки, например, Телец и Козерог, также воспринимают поражение серьезно, но их реакция может быть более внутренней и заметной только для них самих. Раки же, хоть и принимают поражение серьезно, стараются скрыть свои эмоции и быстро переключиться на будущие стратегии. Каждый знак имеет свои сильные и слабые стороны, которые влияют на их реакцию на победу и поражение. Важно помнить, что поражение не является концом всего, а лишь шансом для роста и развития. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.